всем привет сегодня видео такое полу бомбящие так сказать то есть много много лет уже почти 10 лет как я начал рассказывать о том что специи при копчении не нужны мы имеем ввиду горячее копчение наш бак то есть нашу закрытую емкость ну как принято этот кубик со скошенными крышкой и так далее всякого такая херь и холодное копчение тоже холодное копчение наши так сказать распространенную ютубовский способ то есть обыкновенный дымогенератор ящик какой-нибудь и тоненькая дырочка через который дымок этот кое-как пытается туда выйти что в одном что в другом случае все коптильщики вы все я какое-то время тоже пытались создавать там как можно насыщенный дым но в итоге я как-то очень быстро пришел к каким-то моментам потому что понимал что делается не то что нужно и где-то наверное ну если не ошибаюсь года шестнадцатого я начал утверждать что щепы нужно жменька замачивать щепу не нужно это я про горячее копчение в баке замачивать щепу не нужно только сухая продукт должен быть хорошо просушен но и в принципе вот все остальные основы вот это вот копчение то есть при засолке достаточно одной соли потому что при этих видах копчения мы специи не чувствуем все буквально все поголовно на ютубе и в других там каких-то статьях даже книги писали о том как делать какие-то маринады о том как там засаливать там кинуть перца уксуса налить там разных перцев лаврового листа туда накидать паприки насыпать и чеснока наложить и всякого 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 такого я снимал даже видео где показывал много людей там уже видео до балда набрал до хреничных просмотров много людей говорила сюда так и есть другие рвали на груди рубаху кричали ты враг народа тебя надо к стенке поставить ты херь городишь ты не правил вот ну то есть сейчас же я отснял видео смокере я сделал ребрышки в смокере и что там еще не помню вот потом вот коптильна стоит ведь мясоделов я сделал в этой коптильне джерки и тоже добавил специи и в смог что в видео под смокером пауканы подорвало что кто-то нормально спрашивал почему почему ты вот здесь используешь специи ты же раньше говорил что не надо у кто-то просто понял в чем дело а у кого-то вот пытался подловить под за подловить знаете вот такие вот ловцы следят следят значит популярно объясняю объяснял тысячу раз написал на форуме статью написал еще где-то писал то есть все вроде бы известный в каждом видео почти что я говорю но уже столько видео снятое в смокере в разных коптильнях что одно и то же переговаривать не нужно хотя с другой стороны я в каждом видео не ленюсь сказать что я кладу 2 процента соли от веса продукта и в принципе ну как то ничего страшного просто здесь наверное история немножко длиннее про в поиски так вот наконец-то мы дошли до специи почему в смокере я положил специи почему вот в этой коптильни я положил специи почему в грине мы готовим со специями его их чувствуем все судно потому что что в смокере чтоб гриле что вот в данной копсильник это коптильно посадилов сразу обратите внимание она не на обычном дымогенераторе она идет на улитке нами идет очень тонкий дымок вот к Если вы не видели, как идет дымок, посмотрите видео. Ну, представьте, если кто-то курит, вы видели, да, все, наверное, видели, как тлеет сигарета. Положите сигарету, чтобы она тлела, вот примерно с такой интенсивностью идет дымок. То есть очень-очень тонко. Так вот, все эти коптильные с конвекцией, с конвекцией. То есть у нас идет дым, очень сильно смешанный с воздухом. В смокер горит. У нас горят дрова в топке. У нас дым проходит сквозь нашу коптильную камеру и улетает в трубу. Толстенная труба, толстенный смокер, толстенная топка. Дым пролетает очень нежно. В смокере температурой и регулировкой вытяжки, и сухостью дров добивается, добивается блю смок. То есть очень такой легенький, легенький, такого небесного цвета дымок. Вот, это считается, да не то, что считается, он и есть максимально вкусный, максимально ароматный. У нас от продукта копченого в смокере или в гриле в этой коптильный язык не вяжет, не сморшивается морда. Губы не трескаются, все супер. Копчение в смокере. Из топки. Дым идет, он там создается. Идет сквозь коптильную камеру и улетает в трубу. То есть дыма на продукте остается довольно-таки мало. Идет вот этот вот блю смок. Он очень плохо виден. Вот на фоне зеленого леса можно его увидеть, вот такой голубенький. То есть такой вот легкий, очень легкий дымок, который создает прекрасный аромат копчения в смокере. То есть в гриле точно так же. В гриле есть конвекция. У нас всегда снизу открыты вытяжки. В гриле лежат уголь наш или брикет, неважно. И там лежат какие-то там чурочки, чаночки, щепочки, неважно, что нам дает дым, то есть древесина какая-то. Копчение в гриле. У нас всегда снизу идет воздух, поступает в гриль. Внутри в гриле у нас горят, то есть наши чурочки, там какие-то дровишки, там какие-то щепочки и так далее. И всегда, всегда дым выходит через вытяжку. То есть здесь дым не держится, он здесь не стоит. Всегда проходит насквозь и всегда идет такой очень легенький дымок. И идет недлительное время, как правило. Ну да, в смокере идет постоянно готовка на дровах, поэтому копчение идет на протяжении всех часов приготовления. В гриле можно вообще положить там какие-то, не знаю, 40 минут, час прокоптить и все. Дальше у нас просто идет термообработка. В этой же коптильне точно так же, я сказал, здесь идет дымогенератор улитка. Дымогенератор улитка, это значит, длительно работает, но постоянно очень легкий дымок. При этом через отверстия, через вытяжки смешаны с воздухом. Вот в этой коптильне у нас идет копчение посредством дымогенератора улитки. Также у нас снизу заходит воздух, он проходит с дымом и уходит через верх. В принципе, здесь дым получается довольно-таки легкий и в данном копчении специи тоже возможны. То есть в наших коптильнях, в баке, в выворке вот в моей, которых нельзя давать специи, которые, нет, вы можете их дать, но просто дым их убьет. Потому что в баке, в выворке вот в моей, в той же коптильне Ханхе, то есть в емкость, которая закрыта, даже если у нее есть дырочка, из которой выходит дымог, он туда не входит, туда не входит свежий воздух. Туда не входит свежий воздух, чтобы смешаться с дымом, чтобы его немножечко разбавить и чтобы добиться так называемого блюсмога. Из этой коптильны точно так же идет такой же, можно сказать, блюсмог. Да, здесь более копчение на вкус похоже на наше стандартное копчение, но и в принципе за часы так и происходит. Вот. Но здесь нету такого безумного перенасыщения. В наших коптильнях, где у нас стандартный дымогенератор, где наш ящик, я не говорю, что это плохо, ребята, это прекрасно, это просто разные типы копчения, это разные блюда. Так вот, где наш ящик, где коптится обыкновенным дымогенератором, у нас гораздо более насыщенный дым. Все. И поэтому из-за этого насыщенности дымом просто специи прокапчиваются. То есть возьмите вот эту маленькую-маленькую песчиночку, скажем, перца того же, и песчинка, она прокапчивается насквозь. Не то, что она обволакивается за время копчения, а копчение идет длительно, перец еще пропитывается. И да, потом, раскусывая перчинку при нашем копчении в баке или в нашем копчении в закрытом ящике с дымогенератором обыкновенным при перенасыщении дымом, у нас перчинку мы раскусываем, или там какое-то зернышко тмина, кориандр, что-то мы можем почувствовать. Если мы зернышко раскусим, если перчинка, мы перец не почувствуем аромат перца, мы почувствуем остринку. В копчении с конвекцией же напротив, напротив, все это очень-очень чувствуется. И потому что у нас идет поверхностное копчение, и естественно, когда у нас на мясо, на продукт, на рыбу, на мясо, на птицу, на животные продукты попадает дым, он, естественно, начинает в ту же секунду проникать внутрь. То есть он не лег и лежит, и все, и ждет, когда же придет время, я начну потом, когда-нибудь. Он сразу же проникает. Но так как дыма очень мало, он дает тонкую нотку копчения, он все время, весь период приготовления проникает внутрь. То же самое, что при горячем копчении в баке. Когда я тоже даю немножко щепы, то есть вот эту вот жменьку, она 20 минут, даже меньше, она прогорает, и потом вот этот дым поступает внутрь. И да, можно, можно немножко начать чувствовать, чувствовать в закрытом баке аромат специй, но дело в том, что бак сам по себе закрыт. Нового воздуха туда не поступает. Ну, немножко через щели, но это не считается. Дым там, который щепа прогорела, но дым, если мы откроем бак, он там остается, с паром совсем, но он там еще остается. И он там остается какое-то время. И то есть вот эта же песчинка перца, она точно так же прокапчивается дальше. То есть там нет обновления, там не идет воздухом обдувка, там нету конвекции. В гриле, в смокере, вот в этой копсильной, где есть конвекция, у нас, говорю, гораздо, гораздо, просто в тысячу раз. Даже жменька щепы в обыкновенной коптильне бак, она более насыщена, более интенсивное дымление, чем в смокере, скажем, за 8, 10, 12 часов копчения. То есть вы никогда не будет у вас в смокере такая же, настолько же прокопчена и перекопчена, как, скажем, в обыкновенной коптильной выборке. Ну там за, я имею в виду дымление, сам процесс дымления в смокере. За 12 часов, там 8, 10, 12 часов идет дымление на протяжении всего процесса. Даже в смокере, я вам скажу, что, или в гриле, есть момент, когда заворачивают, заворачивают в фольгу не для того, чтобы там как-то протомить. Ни в коем случае, оно и так прекрасно протомится. Заворачивают только для того, чтобы перестать коптить. Потому что все, уже хватит, нужно дальше готовить, смокер работает на дровах. Процесс восстановить невозможно. Можно вынуть из смокера, пойти положить в духовку. Ну, получается, что мы тогда обманываем сами себя. Мы же готовим смокеры, и даже сам процесс, сам колорит интересен. Вот. Потому что людям, которым неинтересен этот момент, люди не приобретают смокер, кому неинтересно коптить, кому неинтересно всем этим барбекю заниматься. Вот такая вот, ребятки, история. Так что, никто вас нигде обмануть не пытается. Просто есть разные виды копчения, вот, разное интенсивное дымление. Можно попробовать натянуть сову на глобус и, скажем, в обменной коптильне с конвекцией создать какой-то продув. Я об этом думал, я об этом думаю уже, наверное, года два, но на самом деле груки не доходят. Думал, может быть, вниз коптильне вставить шаровый кран, но тогда теряется одна из функций коптильны. Моей я имею в виду выворку в бак. То есть, вот этой зимой я вам еще показал, я начал сейчас в коптильне одновременно и сушить, но тогда для сушилки это не мешает. Я имею в виду для горячего копчения. То есть, я вот сейчас в этом году сушу прямо в коптильне. Вот, то есть, в горячую коптильню повесил продукты без щипы. Они горячим воздухом быстренько обсохли, добавили щипы и коптим. Но, есть еще один момент, есть еще один хитрый способ в коптильне, в баке, выворке, то есть, в моем случае, можно еще делать вареное на пару. То есть, мы добавляем немножко воды, вода эта испаряется и продукт у нас варится, получается. Супер. Супер работает, супер классно. Вот, так что, ну, я пока что думаю, думаю, как реализовать, чтобы можно было сделать подачу воздуха в коптильню. И, скорее всего, я придумаю. Вот. И да, еще один как вот бонус, я вам скажу, что в смокерах, в смокерах, не забываем, что в смокер, в гриле, вообще во все барбекю, используется перец крупного помола, крупной фракции, довольно-таки крупный, даже он называется не молотый, а дробленый перец. Вот это нужно для того, чтобы не только придать аромат, а еще для того, чтобы задерживать дым. Вот, понимаете, в специи добавляются в смокере не настолько, чтобы задать вкус продукту, а настолько, чтобы еще дым, проходя мимо, задерживался, чтобы больше частиц дыма оставалось на продукте. И, кроме всего прочего, в смокеры и гриле добавляется емкость с водой, потому что идет такая конвекция, что влага просто из продукта, она испаряется и выдувается. То есть, она улетает в трубу, в вытяжку. Вот, обратите на это внимание. И, наоборот, в наших коптильных баках вода вредит, а в смокеры и гриле вода добавляется, потому что она там необходима. Ну, естественно, кроме того, чтобы сбалансировать более-менее нагрев, стабилизировать, вода, естественно, испаряется. Но она компенсирует, компенсирует влагу, которая с конвекции выдувается из продукта. Вот такая вот история. И никто вас нигде не пытается обмануть. И посмотрите на самом деле, насколько много благодарных людей, которые буквально по 10, 20, 30, а то и 100 раз в день говорят спасибо. Вот. Все, ребят, всем покидываю.